Артуру! Артуру! Нет! Отпустите! Артуру! Отпустите меня! Отпустите же! Артуру! 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 Что с ним? Прошу вас, скажите, что с ним? Артуру? Артуру! Это поразительно. Наглядное доказательство того, что горожане не одни. Есть люди, которые работают ради нас с вами. Существуют такие люди, которые борются, рискуют своей жизнью за нас. Полицейский Артуру Гонсалес, вот пример, к которому всякие живущие в обществе, должен следовать. А теперь давайте посмотрим, в каком состоянии находится этот герой. А вдруг он умер? Нет, нет, кто сказал? Такого, как он и черт не берет. С чего этому сумасшедшему умирать? Смотри на Габриэла. Там как Магдалина. Конечно, я понимаю, с таким популярным человеком, как этот полицейский, любая начнет себя так вести. Нам сообщили, что полицейский Артуру Гонсалес находится без сознания. В настоящий момент мы не можем вам сообщить о его состоянии здоровья, но мы уверены, что сейчас вся страна молится за его жизнь. Уйдите! Прошу вас! Ну хорошо, Эстер. Но почему ты хочешь уйти? Почему? Что мы тебе сделали? Мы с тобой иногда ругались, но ведь это не причина для того, чтобы все так драматизировать. Прошу тебя, скажи, что с тобой? Почему ты хочешь уйти? Ну хорошо, давай спокойно все обсудим. Послушай, Эстер, подойди сюда, доченька. Послушай. Ты что, правда, хочешь уйти от меня? Ну почему, доченька? Мы же все тебя здесь любим. Ты нам очень нужна, радость моя. Ну послушай, мама, хватит телячьих нежностей. Если Эстер хочет уйти, замечательно, пусть уходит. Но пусть сначала скажет, почему? Почему? Почему ты хочешь уйти? Скажи. Можешь сказать? Да, Миранда. Ты не меняешься. А я всегда попадаюсь на твою удочку. Инспектор Линда Миранда. Ты опять выиграла. Синьор, скажите, вы понимаете, что из-за вас Артура Гонсалес рисковал своей жизнью и мог даже погибнуть? Вы понимаете? Да, 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 синьора, да. Я не хотел, я не хотел. Но дайте мне взглянуть на него, дайте на него посмотреть. Я его убил, но я не убийца. Знаете, я буду молить Бога, чтобы он спас его, чтобы он спас его. Я всего лишь хотел, чтобы кто-нибудь обратил на меня внимание. Это из-за этой суки я хотел покончить с собой, чтобы она сдохла, чтобы она сдохла. Скажите, синьор, синьор, как видите, только что подъехала скорая помощь. Действительно, это был мужественный поступок. А теперь давайте снимем ее. Она, наверное, жена или невеста. Снимем ее крупным планом. Быстрее! Скорее, как он? Скорее! Скорее же! Прошу вас! Комиссар, можно вопрос? Полицейский Артур Гонсалес был уволен из отдела, который вы возглавляете. Уволен? Конечно. Наш Артур? Неужели вы думаете, что мы можем выигнать нашего лучшего сотрудника? Ну что вы, пожалуйста. Но нам стало известно прямо противоположное. Ну, у нас тоже бывает проблема, как и везде. Даже в лучших семьях возникает проблема. А мы в нашем отделе все как большая семья. Артур и мне как старший сын, поймите. Я вам говорю, мы как одна большая семья. Спасибо. Индейцы. Индейцы, я с ним. Я еду с ним. Комиссар, спокойно. Давайте по очереди, иначе я не смогу отвечать. И действия полицейского, и для кого стратегия вашего отдела? Нет, в нашем корпусе нет ничего запланированного. Но все люди у нас такие, как Артур Гонсалес. Индеец. Он всегда вносит личную ноту во все свои действия. Это человек мой лучший ученик. Он мое творение. Просто творение. Комиссар, а каково состояние Артура Гонсалеса? Как он? Нам это неизвестно пока. Нужно ждать, нужно молить Бога, чтобы не было ничего серьезного. Он человек честный, цельный. Без всякого сомнения, он настоящий полицейский. Настоящий. Лучший. Комиссар, последний вопрос. Комиссар, а что вы скажете про инспектора Артура Гонсалеса? Без сомнения, он один из лучших. Он настоящий полицейский. И что же, ему, оказывается, и равных нет. Пойдем, Миссандро. Пойдем. Ну уж нет. Я его теперь всюду терпеть должен. Ну конечно, ведь он супергерой. Национальный герой. Образец мужчины. Нет, нет. Ну хорошо. Он ее друг. Это правда. Ей вообще любому станет жалко человека в таком состоянии. Это я понять могу. Но уж очень она сильно плакала. Не знаю, неужели Габриэло его любит? Неужели Габриэло любит этого ненормального? Конечно, он ненормальный. Тебе надо идти в машину, хорошо? Она сейчас выйдет, ты меня понимаешь? Хорошо, Левша. Я тебя там буду ждать. Хорошо. Хорошо. Левша, Левша, хорошо, что ты пришел. Что случилось? Забери меня отсюда. Прошу тебя, пожалуйста. Да что случилось? Я хочу жить другой жизнью. Знаешь, мне нужна другая обстановка. Ну хорошо, успокойся. Ну хорошо, я скажу вам. Хорошо. Потому что вы мне все надоели, понятно? Мне надоело, что мы живем здесь все в такой тесноте. Мне надоело выстаивать в очереди, чтобы попасть в эту проклятую ванну. Я устала спать в переполненной комнате. Я хочу иметь свое собственное место, понятно? Свое. Я устала постоянно на всех натыкаться. Мы все здесь друг на друге сидим. Я хочу быть собой, понимаете? С собой. Я, которая не так красива и умна, как Габи. Я, которая не настолько хороша, как ты, Марисоль. Я, у которой нет призваний к вечному мученичеству, как у тебя, мама. Потому что ты все свои годы только и делала, что искала мужчину. А для чего? Скажи, для чего? Чтобы иметь детей? Детей и еще детей. И чтобы тебя окружали грязные крысы. А я хочу жить, понятно? Я хочу выбраться отсюда. Хочу вдыхать другой воздух. Не такой, каким мы дышим в этом доме. Потому что здесь все провоняло луком и пивом. Вы хотели это услышать? Да, хотели. Ну, так вот, получайте. Теперь вы знаете, что со мной происходит? Знаете? И оставьте меня в покое. Вот поэтому я хочу уйти отсюда. Мне кажется, я понятно объяснила. Я так больше не могу. Не могу, понятно? Нет-нет-нет. Нет-нет. Нет-нет. Субтитры подогнал «Симон»